Я возвращаюсь на сервер Вантюрнет по мотивам Третьей Мировой. Сегодня, как вы узнали по названию, было добавлено ядерное оружие. Посмотрим, что из этого получится. С вас 2000 лайков, чтобы я понимал, что вы хотите продолжения. Всем приятного просмотра и аппетита. Компьютер не тянет руст. Нет денег на облако. Представляем вам проект серверов. Гранд Рустунктурнет. Самый лучший из проектов. Все точно так же, как в Руст. Отличная оптимизация. Ежедневные акции и ивенты. Уникальные плагины. Круглосуточная техподдержка. Гранд Рустунктурнет. Ссылка на проект под видиком. Я снова новобранец на сервере Третьей Мировой. Как видите, у меня звание новобранец. До следующего звания. Видимо, был на сервере Вайп. Но вам видос прошлый очень зашел. Там собралось больше 100 тысяч просмотров. Так что я обязательно продолжаю снимать на этом сервере. Так что обязательно ставьте лайк. Лайк помогает продвижению. А сейчас мы, видимо, будем отправляться на задание. Мне не то, что за ранг больше обидно. Мне обидно то, что у меня была вот такая вот одежда, как у этого человека. И проблема то, что теперь я голенький, голожопенький. И одежды у меня никакой нет. Так, ну первое задание я знаю. То, что тут может 750 экспириенс. Опа. Здравствуйте. 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 Максим Правый. Давайте я вам проведу краткий инструктаж. По всем вашим заданиям, которые вам дают. Пойдемте за мной. Давайте на краткий инструктаж. Там какой-то... Блин, дайте мне лучше снаряжение, а не инструктаж. Дайте мне хорошую одежду. Сейчас вы пришли на склад. Сзади вас сейчас стоит диван. Стоят шкафы, мебель. Берите это мимо, а можете мне донести ее до штаба. Да, покупать шкафы. А, реально ее надо взять. Так. Так, еще это надо взять. Ага. Еще больше ничего не при... О, вот это вот надо взять. Вот это. Что тебе обалдеть? Вот стол надо взять, да е-мое. Возьмите швампу. А, еще лампу надо взять, е-мое. Так, ну взял. Какое-то новое задание появилось на базе. Ну, знаете, деньги, они все нужны. Деньги мы все собираем. Блин, так много солдат, так много вообще людей на базе. Посмотрите, я просто не могу без хоума бегать, потому что у всех ники. Да вообще. Очень-очень много людей. На сервере 80 человек, когда я заходил. Так, это боец со мной, он мне помогает доставить мебель в штаба. А, во. Во. Я понял. Дорогие. Ничего себе. Так, ну еще трубу починить. Это мы сделали. Это нам еще денег дали. Так, давайте посмотрим, сколько у нас денег. Уже 2600 мы задание получили. Ё-ма, еще и столовки на что-то делать? Максим, иди сюда. Максим, иди сюда. Вымыть. Вымыть. По 45 экспириенсам. Ё-ма, а что у меня так тут тарабанька это? Вот новое задание, кстати, еще одно. 45 экспириенс. Так, вот еще. О, вот это отсюда. 100 экспириенсы, да. Все, получили. Ого, тут какие-то NPCшники. Это у нас продавец техники, получается, канистр, колес, если резко сломались в машину, то есть подъемники, домкраты. Так, это рабочие и тому подобное. Ящики. У этого рабочего вы можете покупать ящики и продавать их рабочему на складе, таким образом зарабатывая деньги. Когда мне сказали, что проведут полный инструктаж, мне реально начали проводить полный инструктаж, показывая всех NPCшников. Но остальных NPC довольно просто найти. Они прям около спавна в 10-20 метрах. И когда инструктаж окончился, я пошел присматривать, что из снаряжения я могу купить себе на заработанные деньги, пока я выполнял задание. Боец. Это ко мне что ли обращаются? Я думаю... Ой, это ко мне, это ко мне обращаются. Ко мне, подкажет. Все, я себе шлем купил. Здравия желаю. Пройдемте со мной. Шлем всего 800 экспириенс, а стоило так, что это не страшно. Я посмотрел, бронежилеты по 6 тысяч хорошие стоят. Это очень дорого. Так, меня снова штаб привели. Ну-ка, давайте. Что тут это? Из-за того, что на базе очень много людей и очень много голдежа, я сам перескажу вам задание. Нам выдадут канистры, чтобы мы сходили и заправили то ли заправку, то ли транспорт. Если честно, я так и не понял на тот момент. Вдвигаться мы будем в сторону заправки. А они вообще, знаешь, что у меня оружия нет? Давай-давай, давай. Вот такой вот вопрос. Я скиллы прикачал. А они, знаешь, что у меня оружия, блин, нет? Я за пушку сел. А сколько тут патронов? А, ну 12, нормально. Просто меня, как пушечное мясо, такое же не отправляет. У меня вообще оружия нет. Какую операцию? Вы прикалываетесь. Я хотя бы пистолет купил, если бы знал. Опа. Меня всегда радуют люди, которые тут стоят и открывают. Хера тут много вообще людей. И мы первые в колонии. И опять всю ночью. Ну, конечно. Так. Тут все, весь бенз выкачан просто. Мне вообще сказали, что тут вообще появилось несколько новых локаций. Но я не помню, что тут было, как тут было. Левая часть это РФ, правая часть это США. Что новое появилось, я думаю, те, кто играет на сервере, знают. Я-то ничего такого не могу заметить. А это что за тачка? Ни хера тут модная. Скорпионовцы? Чего? Там и Скорпионовцы на какой-то модневой тачке. Все, мы приехали обратно на базу. Мы там заправили заправку, заправили машины. Везде все топливо положили. Ну, жалко, конечно, то, что ночью. Я стараюсь бегать по свету. Задание было выполнено. Заправка полностью была заправлена. Оказывается, нам заправку надо было заправлять, а не машину. Это-то я, конечно, ступил. Я что-то сразу подумал, что машину надо заправить. Что-то у них, смотрите, какая-то форма отличающаяся. Оранжевая какая-то с вставками оранжевого. Добрый вечер. И значки радиации почему-то. Которые должны были изучить ядерное оружие, но они на русском не говорят. Чего? Заводите в штаб. Проходите. И еще такие голубые волосы. Хе-хе-хе-хе. С голубыми волосами бледные просто. На сервер добавили какую-то ядерную задницу, что ли? Это будет жесть, конечно. Сейчас я вам дам спецзадание. Ваша задача будет довести их до заброшенного бункера. Там находятся, так сказать, наши секретики, ядерное оружие. И бункера. Так, Николай, я вижу у вас плохое снаряжение. Вот вам. Нет. Так точно. Вот это... Вот это... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нормально. Вот это я понимаю. Ты понимаешь английский язык? давайте скажем так точно буду переводчиком у меня уже был опыт перевода точнее смотрел как переводит так что я думаю справлюсь ну генерал на том сказать что по ней этот стиль они прям реально английском разговаривать нет тогда мне не могу тогда не могу помочь но я каким-то банальные фразы переведу но типа если не реально будут английском разговаривать и да что такое о вот этой вот это то что мне надо вот это мне очень нужно то есть этой ночью уже смотрите нас пнвшка уже совсем другое дело это без пнвшки это с пнвшкой все ученые у нас во вторую машину сели а мы в первую поехали значит нам сейчас надо зараженного бункера нифига не конечно ивент придумали давайте посмотрим что с этого получится локация завод сша нифига мы приехали тихо значит побудем пока здесь пока не прибудет группа поддержки групп поддержки придет они останутся здесь мы пойдем дальше по своему плану только прежде надо будет доложить генералу давайте ученых скажи чтобы они зашли на второй этаж в здании я бы кстати им бы смог бы сказать чтобы они чтобы они пошли на второй этаж по голову second floor такое гол то у секонд седаун это наши кстати здравствуйте ни хера их там вообще обалдеть посмотрите по высаживалась да я желаю это нормально нормально дождались только у вас не стреляли были сюда без крышицы только навигатор немножечко затупил сейчас вот я вам все дальше по своим обстоятельствам куда требуется а именно это бункер что случилось то чё их под эти чего их это взяли то прицел до этого нормально не обещали сейчас уже так блин мы катаемся на территории сша и мы сейчас едем в город анкорич с этого завода на заводе у нас остались солдаты куда-то у нас увезли ученых они вроде бы с нами едут во второй машине но это не точно а мы через анкорич едем заброшенный бункер вот он получается завод и сейчас мы едем заброшенный тихо 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 только не взрывайте фракция рф захватывает локацию анкорич мы спалились сейчас сюда американцы просто бабахнут и все самое главное взял с собой батона и пух ты нифига нифига обалдеть слушайте я хочу еще один батон такой схавались то что такого не было хопа оторвал хопа оторвал засунул хопа нормально а пока мы едем в бункер я хочу сказать большое спасибо бусте подписчикам ссылка на бусте в описании если что как мы уже приехали в заброшенный бункер и к нам еще кто-то ездит еще кто-то летит в поиск летит ходе начинать бойцы 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 ухты а получается стас не захват начинать захват начинать если мы захват начнем то они сюда прибегут за пункер живите там в бункере пока я торчал около входа в бункере я выяснил что вход в него возможен только в противогазе и в тот же момент нам дали новую задачу блин меняю хулигана отправили на машине куда-то только не поймешь за терке происходит ну ё-моё нихера прям за под нами взорвался а это не корабль стреляет вот этот вот ну что корабль тут может стрелять же есть вот это было очень близко мы прямо там проехали секунду назад чувак где на вышке да на вышке не могу я бы по нему создал на вышке сидел со стороны американцев и за нами еще техника какая-то едет что это как будто бы по нам да 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 стреляют сушится я думаю как будто истребитель какой-то во это что такое и парашютчика ребята то случилось то в ps и не но что тут они в относительно безопасной зоне они же на нашей территории на нашей стране чего они переживают вот еще и машины смотрите вы добавили этого всего не было пробки какие-то то есть карту все красивые красивые делают тем временем мы приехали на завод т.р. я думаю поедем на завод сша нам на завод т.р. погружаемся мы сейчас обследуем территорию что-то я подскажешь тут будет фраг и слишком они аккуратничают я тут заросли будто в миссии колов дети какой-то и ну чисто слушайте на удивление я думал то мне когда а нет есть просто человек в черном стоит его надо стать на все ну и кто это и фига он повернулся эпично сюда придете вы думали ваш план пройдет легко с рук о чем-то вообще-то ребята на вас уже нападают что это ты попутал что ли что это сервер перепутывали что это очень похож на черного stalker и те кто смотрели черного stalker тебя поймут что еще за херня что это было такое мы не знаем что это было сами это очень неизвестно нам нам силы какая-то ученые взяты в заложники ученые взяты в заложники так я за я за пушку все отлично все время будет обзор я люблю за пушка сидеть хотя бы осмотреться можно и пострелять так ну что она нас отправили на задание теперь завода мы отправляемся каким-то образом выручать ученых куда бункер получается мы не смогли захватить ученых мы оставили на бункере и на бункера получается сейчас под сша и нам сейчас ну желательно с подкреплением попробовать в бункер ворваться каким-то боком каким-то чудом упа там чил зона какая-то посмотрите и на костра сидят чилят пацаны помню то что тут на вышке один чоу сидел сейчас его нет ну а она хорошо и там наши уже ой и в моменты конечно заехал концом да тихо 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 и пушку дай да блин он пушку мы забрал да ёшкин-то мадрёшкин так там стрельба идет я шкаю пешком так еду 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 скинуть и мушку есть поесть ого держи держи вот спасибо николу николу николай тут ввс еще летает нормальный вертолет что тут жарище намещаются сан полетел были мне в какую-то снайперскую позицию то найти его марио убили берем оружие от стреляют вы рядом вообще были давайте я с этими пацанами давайте их пропустим впереди стреляют ё-моё слушайте это хорошая идея так идти-то на автобстрел так тихо 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 о боже так еще один под американец так есть кто сзади еще могут зайти нашу технику все взорвали так металл подбираем потому что тахилки ё-моё очень близко кладутся есть кто-нибудь там здание надо зайти они внутри до американцы что это было куча трупов тихо пугать блин всех по успели переубивать удали снайперу поработать еще одного нашего положили мне кажется сзади нас могут очень легко обойти подгончик подгончики я люблю ну такие ну что меня блин сейчас денег нету наши солдаты все по горам просто попал возле горные какие-то что случилось почему блин я только одни трупы увидел что только это паника все все я сел я не знаю я думаю это будет скучно если просто улечу я захотел больше острых ощущений поэтому я на вертолете не буквально ой 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 там что стрельба какая-то стойте вы чё стойте стойте а вот эти американская машина о моё о моё бежим что за хрень я чуть не сдох уже она вертолете улетел как умеет стрелки для ручки тыct да сажусь я место местоätta осталось сел себя лица ты давайте мы выпьем водички там еще что-то по парке что случилось мы отъехали на безопасное расстояние но одному солдату стало плохо все же возьми мою гитару я умираю отдай гитару все не вылечили блины хотя за снайпера нормально пострелять такую снайперку мне дали в итоге на дни трупы посмотрел успешно выполнено задание вам полагать с наградом хулиган григорий еще 250 экспириенса верно нам пособие и к что это пять тысяч пять пятнадцать у 15 ксари на принципе все бойцы отлично это мне на будущее задание пойдет эти 15000 это чудесно а а это кто что это и есть тут вот ученые сюда прибежали туда сучилит нормально противосвободны а ну да все я что-то это стоят ждут пока я выйду я там к ученым подбегаю так вот 15000 хорошо нам самое главное что снаряжение сейчас никакой не надо потому что как мне же выдали у меня же бронежилет какой 30 процентов защита да это один из самых лучших бронежилетов шлем не 20 процентов защита то есть мне ничего не надо единственно куда мне деньги тратить это либо купить себе апартаменты типа вот это вот эти вот казармы но пока что мне это не нужно либо покупать оружие и обвесы и вот это я наверно буду туда вкладываться вот так вот я поиграл на в в 3 сервере ожидала конечно то что я не буду на трупы все время смотреть а то что постреляюсь побольше но ядерный взрыв это конечно что-то эпично меня прям мурашки пробежали в этот момент от реально страшно было я думал то что я сдохну что меня там даже радиацию убивал на успел отбежать все всем спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайк поддерживайте видео своим комментарием удачи друзья и до скорых встреч